Тема весьма живо интересует большинство населения планеты, а именно 80% людей имеют те или иные проблемы с волосами, с кожей головы. Причем независимо от того, приобретенный это характер или это генетически опосредованный, проблема существует. И если вот поспрашивать докторов с приема, было такое очень интересное исследование, то есть по мнению докторов, 10 тысяч случайно выбранных людей, 95% страдают андрогенной лапецией и доля других лапецией составляет не более 5%. При этом 40% мужчин, 1% женщин андрогенная форма лапецией и 60% женщин это телогеновое выпадение волос. Это и понятно. То есть у женщин, наверное, гораздо больше каких-то функциональных изменений бывает в жизни, нежели у мужчин. И мужчины, я считаю, что гораздо реже обращаются с этой проблемой, ну, считаю, что, наверное, это коим-то образом красит их. Если говорить об интенсивном выпадении волос, то причины для него могут быть совершенно разные. И, безусловно, это не должно быть лечение, отдано на откуп самому пациенту. Я, конечно, понимаю, что у нас есть любители порыться в интернете, почитать, послушать советы бывалых бабушек на лавочке, но, тем не менее, только врач должен разобраться в том, какой характер носит процесс выпадения волос у конкретного человека. То есть он может быть физиологически, связан с фазами менструального, допустим, цикла, с какими-то сезонными перепадами, ну, просто с какими-то функциональными изменениями в организме, которые не носят под собой серьезный, я бы сказала, патологический характер. Либо это симптомы внутренней патологии, либо, собственно говоря, результат патологии волосяного фолликула. И в этом плане мы, конечно, привыкли с вами традиционно делить аллопеции на рубцовые и нерубцовые. Если речь идет о рубцовых, то там, в принципе, наверное, очень мало, чем можно помочь пациенту. Как правило, это все-таки разговор идет о какой-то такой достаточно серьезной аутоиммунной патологии, либо ситуациях, когда утрачен полностью волосяной фолликул и тешит себя иллюзиями чем-то брызгать и чем-то мазать. Наверное, мягко говоря, будет не очень утешительный результат. Но, слава богу, 80% это все-таки нерубцовые аллопеции, которые так или иначе, время нельзя обернуть вспять, но вот что касается роста волос, как минимум решить эту проблему попытаться можно. Итак, нерубцовые формы аллопеции. Это гнездная, в первую очередь, это андрогенетическая, телогеновая, анагеновая, трихотиломания и тракционный и артифициальный аллопеции. То есть, на последние две, это, собственно говоря, разговор не только к дерматологу, к дерматовенерологу, но и, наверное, в большей степени к психологу, а то и к психиатру. А вот что касается остальных, то с ними можно попытаться разобраться. Если говорим про артифициальную аллопеции, то чаще всего она развивается в результате каких-то механических травм. Я понимаю, что мода сейчас диктует свои условия, особенно в детской практике, в подростковом периоде хочется быть, как все, становиться не таким, как все, хочется несколько позже. Но иногда некоторые товарищи, как-то, скажем, слишком далеко заходят в этих своих желаниях и в конечном итоге, пока дело не закончится, выпадением волос. Какая может быть профилактика в данной ситуации? Вы знаете, коллеги, у нас действительно есть очень хорошие сейчас на рынке шампуни, в частности, вот линейка Алирана, то есть есть направление, которое профилактирует выпадение волос, способствует оздоровлению, бережному уходу. Согласитесь, ведь это дорогого как бы стоит. То есть, по сути, мы говорим о том, что идет речь об инновационной формуле, которая помогает воздействовать, скажем, на разные точки приложения, для того, чтобы волосы были красивыми и здоровыми. Но если все-таки волосы выпали, то есть, конечно, нужно разбираться. Нужно разбираться с тем, что чаще всего выпадение волос – это симптом. Симптом какой-то внутренней патологии. Это далеко не диагноз. И вот, допустим, конкретная ситуация, этот ребенок буквально из последних, ты в теломании, восьмилетний мальчишка, просто выдрал себе клок волос. Но делал он это заметно, скажем, постепенно, методично. И что тут можно предложить в этой ситуации? Ну, наверное, как минимум, для начала обратиться к психологу, либо к психотерапевту. И тогда разговор пойдет уже в совершенно другом русле. Потому что, чтобы вы тут не мазали, и чтобы вы не брызгали, ситуация не наладится. Мы чаще всего, конечно, коллеги с вами, сталкиваемся с андрогенетической лапицей. Такой достаточно распространенный тип потери волос у обоих полов. И зачастую он может начинаться у лиц предрасположенных с лимитической детерминантой еще с подросткового возраста. А постепенно, обычно у мужчин обороты набирают ситуации где-то после 25 лет. И там могут быть изменения на разных уровнях. В первую очередь, это изменения на уровне волосяного фолликула. То есть идет ментализация волосяного фолликула. Идет перифокальное воспаление. И, как правило, нарушение микроциркуляции. Изменения на уровне трихоскопии и трихограммы, фототрихограммы. То есть мы видим так называемые желтые точки, многоодиночных волос и различные перепиллярные знаки. Ну и также присутствуют телогеновые и велюсные волосы. И изменения на уровне обзорной фототрихографии. Мы видим расширение волосяного пробора. Хроническое выпадение волос может носить под собой разные, скажем, ситуации. Может протекать по-разному. В какой-то ситуации мы можем ее притормозить. В какой-то ситуации действительно происходит необратимое изменение жизненного цикла волоса. То есть под действием причин, на которые мало возможно воздействовать. И вот это необратимое прогрессирующее локальное выпадение волос, ментализация волосяной фолликулы в большей степени затрагивает, конечно, мужчин. У нас есть с вами различные классификации, различные шкалы, по которым мы оцениваем тяжесть процесса. Потому что все-таки тяжесть процесса должен оценить врач. Лапицы – это дерматологический процесс. И дерматолог должен этим заниматься, косметолог. Но никак не врачи других специальностей. И если вот посмотреть на эти шкалы, то действительно лучше всего делать всегда фотографии. Для того, чтобы в динамике потом можно было все это оценить. Дерматоскопические признаки, которые могут помочь вам в диагностике. Во-первых, это желтые точки. Это гнездная лапицея, андрогенная лапицея. По сути, это маркер тяжести заболевания. При этом, допустим, при дискоидной красной волчанке тоже могут быть желтоватые точки. Но они имеют цвет немного другой. От желтоватого до красно-коричневого. И соответствуют устьям, расширенных кератозной пробкой фолликулов. Ну, например, выглядеть это будет вот так. То есть левый снимок – это обзорная фотография. И правый снимок – это дерматоскопическая картина. То есть мы видим и желтые точки, но мы видим выраженное воспаление. И кератиновые пробки, которые забивают устья волосяного фолликула. Либо вот так вот очаговая лапицея. То есть вроде визуально ничего критического, но на правом снимке мы видим эти типичные желтые точки, которые свидетельствуют о достаточно активном патологическом процессе. Крупная очаговая лапицея. Такая же ситуация. Да, очаг более выражен. Но обратите внимание, насколько много вот этих желтых точек, а где-то мы видим даже велюсные, обломанные волосы. Это свидетельствует о активности патологического процесса. У нас есть еще один дерматоскопический признак – это черные точки. Они, как правило, обнаруживаются на фоне желтых. И представляют собой обломанные волосы. Так называемые кадаверизированные волосы. Считается, что это специфический признак гомезной лапицеи. Выглядит дерматоскопически картина будет следующим образом. То есть правый снимок – обзорная фотография. Слева мы видим действительно черные точки. Мы видим субклиническое воспаление, которое свидетельствует о глубине патологического процесса. Либо может выглядеть вот так. Мы видим обломанные волосы, мы видим черные точки. И все это свидетельствует о активности процесса. Итак, основные трихоскопические признаки – это сломанные волосы, пламевидные волосы, тюльпановидные и так называемые hair bone, то есть черные точки и желтые точки с черными вкраплениями. Если говорить о хроническом выпадении волос у женщин, то есть разобрав такую дерматоскопическую картину, мы всегда должны четко понимать, в первую очередь делаем это и в том числе для себя, для того, чтобы оценить в полной мере перспективы вообще тактики ведения пациента. То есть хроническое выпадение волос у женщин, скорее всего, она прибежит к вам. То есть она по этиологии все-таки отлично от лапицей по мужскому типу. То есть до сих пор стоят спорными где-то вопросы этиологии. То есть да, у женщин в период менопаузы обычно это случается. То есть уходит защита эстрогенов, а уровень андрогенов, как правило, достаточно стабилен, и мы видим в полной мере их реализацию, в том числе и на уровне волосяного фолликула. И вот сегодняшние данные, сегодняшние знания об лапицах позволили нам создать новую шкалу, которая однозначно, наверное, более совершенно и более, так скажем, широко и глубоко оценивает тяжесть повреждения волосяного фолликула и тяжесть потери волос. Но если все-таки мы все про потерю волос, про потерю волос, но ведь согласитесь, что, допустим, на биологическом уровне ситуация реализуется в несколько другом аспекте. Во-первых, волосяной фолликул сам по себе это уникальная биологическая система, которая обновляется благодаря стволовым клеткам. Их, они расположены в отдельных резервуарах, то есть один нижний и другой верхний. И то есть этот волосяной фолликул, он способен к регенерации даже практически после полного разрушения фазикатогена. То есть такая регенерация возможна только в одном случае, когда сохранены стволовые клетки и когда они нормально функционируют. А для их нормального функционирования критично необходимо нормальное микроокружение, в частности микроциркуляция. То есть без этого стартового сигнала, который будет активировать и решать судьбу, куда будет эта полипатентная клетка уходить, либо в фибробласты, либо будет давать инициацию активации нового волосяного фолликула, росту нового волоса, будет зависеть очень многое. И именно вот эта микроциркуляция, спазм периферии, играет зачастую, по крайней мере, в женской аллопеце ключевую роль в развитии патологического процесса. Ну, я напомню схему, где содержится ключевая клетка, в гору волосяного фолликула, там находятся своловые клетки, и клетки волосяного сосочка, которые дают старт развитию этого процесса. Решающая роль, безусловно, принадлежит белкам, белкам-регуляторам. То есть именно они связываются с рецепторами нормального сосочка, именно они начинают стимулировать этот процесс обновления волосяного фолликула и стимуляции формирования нового волоса в луковице. И вот этот сигнальный путь, он по-разному протекает у мужчин и у женщин. То есть основной путь регуляции работы волосяного фолликула, два пути воздействия, это волосяная луковица, как резерв стволовых клеток, и сосочек дермы, который позволяет активировать этот процесс. Данный путь у мужчин, при андрогенетической луковице, у мужчин заблокирован. Заблокирован, потому что идет работа ферментов 5-альфа-редуктазы. Факторы, которые регулируют рост волоса, выделяют несколько. В первую очередь это сосудистый, то есть интенсивность в этой сколеризации будет напрямую связана активно в фазе аногена, то есть и сосудистая сеть будет уменьшаться в фазе катагена, при этом полностью исчезает в фазе телогена. То есть под влиянием фактора роста эндотелия сосудов этот процесс начинает активироваться. Итак, сосудистый фактор, идет снижение синтеза сосудистого фактора роста эндотелия сосудов, недостаточная оксигенация, сокращение фазы аногена и истончение волос. Факторы, которые регулируют волосы, рост волоса, это же гормональные еще факторы. То есть тестостерон является одним из ключевых гормонов, которые влияют на этот процесс. То есть с одной стороны тестостерон может метаболизироваться в разные гормоны, то есть под влиянием 5-альфа-редуктазы дигидротестостерон, который блокирует цикл развития волоса. И под влиянием ароматазы образуется 17-бета-эстрадиол, который будет стимулировать этот рост. И вот факторы, которые приводят к выпадению волос при андрогенетической лапеции с гормональных, то есть блокада вот этого рецептора 5-альфа-редуктаза, то есть нарушает полностью цикл роста волос. Мы имеем дело уже с патологическим состоянием. Ну и ароматаза безусловно стимулирует этот процесс. Таким образом, гормональный фактор то есть реализуется через целый каскад гормонов тестостерона, дигидротестостерона, эстрадиол, и соответственно мы будем иметь в случае волосяного фолликула при действии дигидротестостерона сокращение фазы анагена, преждевременное изнашивание луковицы и выпадение волос. И если речь идет о сальной железе, то гиперсибарея, которая сама по себе это дополнительное нарушение микроциркуляции за счет давления на волосяную луковицу. Каковы же подходы сейчас к лечению выпадения волос? То есть в первую очередь речь идет о лекарственных препаратах, профессиональных процедурах и дерматокосметике. То есть чаще всего мы все-таки используем комплексные методы, это очевидно, что они будут эффективнее. То есть и лечение включает в себя в первую очередь стимуляцию роста волос, улучшение структуры волоса и психологическое воздействие на пациента. Лекарственные препараты, ну по сути, как бы несмотря на вот такое большое количество их, но крутится вокруг небольшого, скажем, небольшого количества молекул. И допустим, в первую очередь речь идет о миноксидиле и его аналогах. Что происходит? То есть он улучшает состояние микроциркуляции. Блокаторы дегидротестостерона и антиандрогена, ну сами понимаете, это не всегда есть хорошо, даже топические, потому что я не знаю, что лучше быть, скажем, иметь половые дисфункции или быть лысым. Противовоспалительные вещества, кортикостероиды, тоже определенное ограничение по срокам использования. Ну, насчет раздражающих веществ, тут как бы сказать, что есть какие-то хорошие доказательные работы, наверное, это погрешить против истины. Ну и вещества, которые регулируют пролиферативные процессы в эпидермисе, как-то пока тоже не слишком, наверное, где-то активно нами используются. Итак, чем мы будем лечить выпадение волос? Это достаточно хорошо зарекомендовавшийся спрей, опять же, компании линейка Алирана, 2,5% спрей, который, с одной стороны, останавливает интенсивное выпадение волос, стимулирует рост новых и повышает густоту волос. Если посмотреть на инструкцию к препарату, то мы считаем, что это периферический вазодилетатор при местном применении усиливает микроциркуляцию, то есть, по крайней мере, никаким образом не действует на активность, допустим, половых стероидов. Стимулирует фактор роста эндотелия сосудов, то есть, соответственно, улучшает активность работы капилляров и свидетельствует, собственно говоря, этот факт о высокой его метаболической активности. Он даже стимулирует рост волос у пациентов с наследственной потерей волос в начальной стадии, но, к сожалению, в данной ситуации точный механизм действия пока изучен недостаточно. Спреи Алирана, то есть, они активируют микроциркуляцию, они восстанавливают нормальное питание волосяного фолликула и переводят волосяные фолликулы в фазу активного роста. Единственное, коллеги, серьезный момент, это то, что они должны правильно применяться. От того, что вы один раз побрызгали, ничего не произойдет, и пациенту это нужно объяснить. Это исследования не мои, это исследования, которые проводились в военно-медицинской академии на кафедре профессора Самцова. Ну, фотографии говорят, в общем-то, сами за себя, но это все, конечно, здорово и хорошо, но у нас есть и свои наблюдения. Что мы ожидаем в этой ситуации? Мы разговариваем с пациентом, то есть, первые 2-6 недель может начаться некоторое усиление выпадения волос, этого бояться не нужно, это естественная реакция. А дальше мы видим прекращение выпадения волос и восстановление их роста. Как, например, вот у этой пациентки, вот дерматоскопическая картина, вы тоже видите желтые точки, да, вы видите вот эти папиллярные знаки, вот, либо вот такая ситуация. То есть, это тоже, она набралась у меня терпения и активно начала использовать препарат, то есть, на протяжении более чем полугода, но мы видим достаточно хороший результат. Ну, вот еще одна клиническая ситуация, которая тоже свидетельствует сама за себя. Итак, топическая терапия гнездной алопеции это миноксидил, это топические глюкокортикостероиды, ну, с ними мы понимаем, что надо быть поаккуратнее, это наши рекомендации РОДВК, вот, ну, и, конечно, воспалительные изменения скальпа, чувствительность, реактивность, сибаре, ее тоже нужно устранить. И недостаточно только, допустим, одного миноксидила, в этом смысле нам в помощь будут шампуни, линейки Алирана, которые в зависимости от ситуации, от конкретного пациента, мы говорим о персонализированном подходе, либо будут восстанавливать, допустим, утолщать, видимо, структуру, которые будут интенсивно питать, бороться с перхотью, возможно, сохранять цвет, что ж ему теперь волосы не красить. То есть, и вот тут, конечно, работа врача, правильно подобрать еще и уходовые средства. Ну, если уж говорить про инновационную формулу этих шампуней, они содержат натуральный стимулятор роста волос с очень хорошей клинической доказательной базой, что, собственно говоря, нам и нужно. Итак, технология использования миноксидила. Спрей Алирана 5% 3-4 месяца. Далее, спрей Алирана 2% ежедневно 2-3 месяца. И затем 2% спрей 3 раза в неделю 6 месяцев и более для того, чтобы закрепить этот результат и поддерживать его. Ну, и, конечно, шампуни в качестве уходового средства. Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Надеюсь, что активно используете этот препарат и все получается. Спасибо. Спасибо.